Добрый день, коллеги! Сегодня у нас очень приятный день. Очень важная пресс-конференция, в которой принимает участие председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО МИД России Анатолий Васильевич Таркунов и член Президиума Российского исторического общества, директор Института Российской истории Иран Юрий Александрович Петров. Добро пожаловать! И я тогда попрошу сделать какое-то вступительное слово, выступить со вступительным словом на 5-7 минут, наверное, каждого из вас, а потом будут вопросы. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Сегодня мы хотели бы познакомить вас с планами российского исторического общества, с теми проектами, которые мы планируем реализовать в 2020 году. Как правило, проектами общества становятся наиболее значимые и востребованные проекты членов российского исторического общества, а среди них, как вы знаете, это и ведущие академические институты, высшие учебные заведения, архивы, музеи, библиотеки и средства массовой информации. Конечно, главный приоритет для нас в этом году – это 75-летие Великой Победы. Организации, члены российского исторического общества посвятят этому юбилею международные и другие конференции, круглые столы, выпуск и издание книг, выставки, кинофильмы. Например, в апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется новая экспозиция, которая будет называться «Сталин, Рузверт, Черчилль». Кстати, среди других материалов будет, наверное, впервые представлен оригинал так называемого соглашения о процентах. Два слова о том, что это такое. В ходе московских переговоров в октябре 1944 года Черчилль сам предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаги, который показал членам советской делегации. Например, в Югославии по замыслам Черчилля Советскому Союзу отводилось 50% влияния, а в только что освобожденной, причем освобожденной частями Красной Армии Болгарии 75% такого влияния. Вот судите сами, такая вот беззастенчивость и цинизм британской дипломатии. Напомню, что ровно 75 лет назад, в январские дни 1945 года, советские войска успешно провели Висло-Одерскую наступательную операцию, самое стремительное наступление за весь период войны. И 17 января силами Красной Армии и войска польского была освобождена Варшава. В память об этой освободительной миссии Красной Армии Российское историческое общество реализует уже с прошлого, с 2019 года международный проект, который носит название «Путь к победе». Суть проекта состоит в организации соответствующих выставках в столицах стран, освобожденных Красной Армией. Уже шесть таких выставок состоялось в 2019 году, а всего их будет около 20. И я надеюсь, что Анатолий Васильевич Тарфунов поподробнее об этом расскажет. Далее. 9 августа 1945 года, почти сразу после разгрома нацистской Германии, Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией. И решительные действия Красной Армии внесли весомый вклад в освободительную борьбу китайских патриотов. И наши страны по сей день хранят память об этих событиях. В преддверии Дня Победы в Москве на высоком уровне пройдет встреча российских и китайских историков. Состоится круглый стол по темам совместной борьбы в период Второй мировой войны. Кроме того, в годовщине окончания Второй мировой войны, а это 2 сентября, будет приурочена международная конференция на полях Восточного экономического форума. Также с участием большой группы китайских историков. Сейчас я хотел бы анонсировать сразу несколько акций и конкурсов, которые будут проводиться в этом году под эгидой Российского исторического общества. 24 апреля по всей стране и за рубежом состоится акция, которая называется «Диктант Победы». Этот проект реализуется Российским историческим обществом совместно с партией «Единая Россия». Это уже будет второй проект такого рода. В прошлом году участие в «Диктанте Победы» приняли порядка 150 тысяч человек, и не только в нашей стране, но и в 23 зарубежных странах. Мы, конечно, рассчитываем, что в этом юбилейном году масштаб этой акции будет значительно и шире. И, кроме того, мы не планируем завершить эту акцию в текущем году, а хотим, чтобы она продолжалась из года в год. В рамках проекта «Бессрока давности» во всех регионах России, пострадавших от оккупации, будут созданы тематические выставки о трагедии мирного населения в 1941-1944 годах. Для этого предполагается обобщить уже доступные свидетельства о нацистских злодеяниях, а в ряде случаев и рассекретить новые источники. Юрий Александрович Петров также поподробнее об этом проекте сегодня расскажет. Продолжается международный конкурс «Уроки победы», объявленный Российским историческим обществом совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Уже 26 февраля станут известны имена 33 финалистов, которым предстоит побороться за победу на очном этапе в Москве. Он состоится в конце марта-начале апреля этого года. В конкурсе принимают участие учителя и методисты по разным дисциплинам, которые преподаются в средней школе. И, конечно же, посвящен событиям Второй мировой и Великой Отечественной войны. Важная роль в поддержке исторического просвещения отведена Фонду истории Отечества. Вы помните, фонд был создан в 2016 году по указу президента Российской Федерации. И на сегодняшний день при поддержке фонда реализовано уже более 350 проектов. Это международные и всероссийские конференции, форумы, издания книг, документальные фильмы, выставки и археологические школы. Совсем недавно, 20 января, фонд завершил прием заявок на конкурсы этого года. На экспертизу поступило рекордное количество проектов – более 300. Результаты отбора станут известны в начале марта, а общая сумма грантов, поддерживающих проекты, составит 90 миллионов рублей. Прямо сейчас хотел бы объявить еще несколько новых совместных конкурсов Российского исторического общества и Фонда истории Отечества. Во-первых, с сегодняшнего дня начинается прием заявок на пятый всероссийский конкурс педагогического мастерства, который называется «История в школе, традиции и новации». Как и в прошлом году, мы планируем отобрать наиболее мотивированных и талантливых учителей по три финалиста от каждого из восьми федеральных округов. Победители, доказавшие свой высокий профессионализм, получат не только почетные грамоты, но и солидные денежные премии. Во-вторых, мы объявляем прием заявок на всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью. Его участниками станут не только учителя истории, но и сотрудники некоммерческих организаций, сотрудники библиотек, музеев, все, кто работает со школьниками, с молодыми людьми, увлеченными историей своего родного края. Лучшие участники из регионов будут приглашены в Москву на всероссийский форум, который мы назвали «История малой Родины. История Отечества». Этот форум пройдет в середине сентября этого года. Наконец, в-третьих, мы объявляем сразу два конкурса для школьников. Первый – «История семьи. История победы». И второй – «Великая победа в стихах». В первом случае участникам предстоит подготовить исследовательскую работу, основанную на семейных архивах. Во втором – выбрать стихотворение российского автора, посвященное Великой Отечественной войне, и прочитать его, записав свое выступление на видео. Как и в прошлом году, победители конкурса «Великая победа в стихах» будут приглашены прочесть выбранные ими стихотворения на главной сцене Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь». Необходимая информация о этих конкурсах размещена на официальном сайте Российского исторического общества и Фонда истории Отечества. Я приглашаю всех к участию в конкурсах. В этом году нам также предстоит отметить и 100-летие окончания Гражданской войны в Крыму. Это очень непростая страница отечественной истории. Думаю о том, чтобы посвятить ей и ежегодное общее собрание Российского исторического общества. Очень важно всем нам осмыслить опыт консолидации нашего общества. Ведь буквально спустя 20 лет после братоубийственной Гражданской войны граждане Советского Союза нашли в себе силы сплотиться, чтобы дать отпор внешнему врагу. В наших планах и другие знаменательные даты, значимые даты. Это и 100-летие отечественной внешней разведки, 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 500-летие Тульского Кремля и, конечно же, юбилеи наших выдающихся историков Ивана Егоровича Забелина и Сергея Михайловича Соловьева. Последний, к слову, не только внес огромный вклад в отечественную историческую науку, но и активно участвовал в жизни императорского русского исторического общества. Также в этом году исполнится 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Сейчас идёт подготовка нового художественного фильма, который так и будет называться «Нюрнберг». Российское историческое общество, конечно, участвует в этой работе. Я думаю, что фильм станет главным событием сезона в жанре исторического кино. Ну, конечно же, в течение года Российское историческое общество приведёт и реализует ряд других проектов, о которых вы, конечно, сможете найти информацию на сайте Российского исторического общества, а также и на страницах нашего ежеквартального вестника, который называется «Воронцово поле». Спасибо. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Анатолий Васильевич готовился, так я обратил внимание. Пожалуйста, Анатолий Васильевич. Спасибо большое. Сергей Евгеньевич достаточно подробно описал те важнейшие события этого года, которыми будет заниматься Российское историческое общество. Но я хотел бы привлечь ваше внимание к тем конкурсам, которые нацелены на нашу молодёжь, на школьную, студенческую молодёжь. Действительно, это очень многообразные, очень интересные и даже в какой-то степени беспрецедентные для последних лет конкурсы, в которых могут принять, и я уверен, примут участие десятки тысяч молодых людей. Но в этой связи не могу не упомянуть о том, что мы совсем недавно подвели первые итоги конкурса «Урок Победы», в котором приняли участие 15 тысяч учителей и методистов, которые представляют практически 40% наших школ. И, подводя итоги этого конкурса, все мы обратили внимание на то, что отнюдь не только учителя истории готовы заниматься вопросами историческими, говорить о победе с нашими учениками на своих уроках, но и учителя совершенно разных предметов. Надо сказать, что вообще учителя истории составили порядка 10% от общего количества, принимавших участие в этом конкурсе. И это нашло отражение и в номинациях, и в темах, которые затрагивали учителя в своих идеях и предложениях, связанные с уроком Победы. Это и изобразительное искусство, это и музыка. Меня особенно поразили работы, которые посвящены, в которых явно принимали участие учителя математики, положим, советские математики и вклад в победу в войне, или шифровальщики во время войны. Ясно, что здесь уже этими вопросами занимались преподаватели IT, занимались преподаватели математики. И это очень важно, поскольку для российского исторического общества, которое уделяет огромное внимание проблемам преподавания истории, российское историческое общество, которое выступило в свое время инициатором создания культурно-исторического стандарта для наших школ, очень важно, чтобы учителя занимались историей не только на уроках истории, но и на уроках изобразительного искусства, музыки, математики. Я понимаю, что, конечно, история не должна заменять предметную область, которой занимаются учителя этих дисциплин. Но вместе с тем ясно, что воспитание исторического сознания, которое является оселком национальной идентификации, необходимо, чтобы проходило через всю школьную программу. И Сергей Янисович сказал о том, что в 11 номинациях 33 победителя, но мы попросили и руководство фонда еще выделить отдельную номинацию для участников из зарубежных стран, потому что к нашей радости и удовлетворению 25 стран приняли участие в этом конкурсе, представители 25 стран, и практически три континента представлено с очень интересными и хорошими работами. Конечно, им не так, может быть, просто конкурировать с работами наших учителей, хотя мы их рассматривали сегодня в общем контексте будущих победителей, но вместе с тем мы полагаем, что было бы правильно, наверное, выделить отдельную номинацию для тех, кто представляет школы за рубежом. Хотел бы также несколько подробнее сказать о цикле историко-домиентальных выставок «Путь к победе». Исторические источники свидетельствуют, так называется официально. Эти выставки, которые пройдут в 20 странах, а в ряде стран уже прошли. Действительно, это уникальный проект, которым занимается Музей современной истории, а также крупнейшие архивы страны – это Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив Министерства обороны, архив внешней политики МИДа нашего. И речь идет о том, что для каждой страны подготовлены отдельные материалы, которые рассказывают о высвободительной миссии советской армии в странах Восточной и Центральной Европы. Выставки эти уже, открытия их состоялись в Болгарии, в Румынии, Польше, Словакии, Боснии и Герцеговине. Надо сказать, что руководство Боснии и Герцеговины проявило заинтересованность в том, провести отдельную выставку в столице Республики Сербской, в Ване-Луке. И я думаю, что это, конечно, надо будет реализовать. И выставки вызвали очень большой интерес в связи с тем, что там впервые появились многие материалы, ранее не публиковавшиеся, в том числе свидетельствующие о том, что освобожденного местного населения оказывают гигантская гуманитарно-экономическая помощь со стороны Советского Союза, и что Красная Армия активно сотрудничала с местными органами власти и с населением освобожденных стран, а граждане этих освобожденных стран активно участвовали в борьбе с нацизмом на стороне Красной Армии. И здесь просто не могу не процитировать некоторые интересные документы, которые были представлены, например, в Болгарии. Так, копия приказа, шифра телеграммы, командующего Третьим Украинским фронтом, военным советом соответствующих армий и начальнику тыла фронта от 8 сентября 1944 года, где говорится о том, что категорически требует корректного и дружественного отношения к болгарскому населению, ждущего Красную Армию как освободиться, всему командному составу и органам прокуратуры решительно пресекать возможные случаи бесчинства, хулиганства и мародерства. И должен отметить, что они действительно решительно пресекались, я бы даже сказал, очень решительно пресекались, вплоть до смертной казни, судов военных и смертной казни. Есть такого рода случаи были, правда, к счастью, их было и очень-очень немного. Идет также указание, которое завизировано Сталином, относительно снабжения болгарской армии. Снабжение болгарской армии производить по нормам, установленным для Красной армии. Взять первую болгарскую армию на снабжение горюче-смазочными материалами. В постановлении ГКО, говорится от 14 марта 1945 года, говорится, Государственный комитет обороны постановляет отпустить болгарскому правительству вооружение, автотранспорт и военное имущество на формировании пяти пехотных дивизий, 7 тысяч состава каждая. Предоставить возможность главному командованию болгарской армии направить в течение 1945 года 27 человек офицеров для подготовки военных академик Красной армии. Когда наша армия вошла на территорию Румынии, постановление Государственного комитета обороны гласит, в воззвании объяснить населению, что Красная армия вошла в пределы Румынии, не преследуя цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего в Румынии общественного строя, не как завоевается, а как освободиться румынского народа от немецко-фашистского гнета и не имеет никаких целей, кроме разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ей странах. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать, и церквей, и молитвенных домов не трогать, румынских порядков не ломать и советских порядков не вводить. Это указание ГКО. Но не случайно патриарх румынский выразил специальную благодарность руководству командованию Красной армии за бережное отношение к монастырям румынским. И эти документы, это документы, это живые свидетельства того, как Красная армия выступала в роли освободительницы в Центральной и Восточной Европе. И мне кажется, что сегодня появление таких документов исключительно важно, особенно на фоне той политизации истории, которую мы сегодня наблюдаем, совершенно недопустимой, как мне кажется. Я сегодня, когда ехал сюда на машине, услышал, что Шпигель в каком-то из своих сообщений обнародовал новую вещь, что, оказывается, Саушвиц освободил американская армия. Понимаете, это уже вообще с ног на голову все переворачиваются. Правда, они потом извинились, когда им указали на эту ошибку. Но, тем не менее, сообщение уже везде прошло. Кто-то видел сообщение, но не видел извинения. И такого рода сообщение, к сожалению, появляется довольно часто. И вот те проекты, которые реализует Российское историческое общество, конечно, они нацелены прежде всего на закрепление исторической памяти у нашей молодежи. Но вместе с тем нельзя не реагировать и на ту войну историй, которая сегодня вдруг вновь с такой яростью вспыхнула на многих направлениях. И документами отстаивать правдивость истории, которую несет наша историческая наука. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Пожалуйста, Юрий Александрович Петров, директор Института Российской истории, Российская Академия Наук. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, несколько слов о проектах Российского исторического общества, связанных с предстоящим гибилеем 75-летия Великой Победы. Прежде всего, хотел бы отметить один проект, о котором пока, кажется, не было речи. Это проект совместный Российского исторического общества и РЖД, Акционерного общества Российской железной дороги, по созданию музеев, музейных экспозиций, выставок на вокзалах и станциях железных дорог нашей страны. Этот проект инициирован президентом Российской Федерации. Им дано поручение Институту Российской истории принять в нем участие. И за этот прошедший год, как мы работаем в этой области, сделано немало такие экспозиции, созданные на линии Петербург-Москва, на главных станциях этой железной дороги, на БАМе, в Владивостоке. А в этом году у нас очень важная такая миссия создать такого рода музеи. А речь идет о том, что прямо-таки в зданиях вокзалов, в помещениях залов ожиданий развертываются такие высокотехнологичные стенды с тачскринами, со всякого рода электронными устройствами, которые содержат очень большую информацию об этом крае, о крае, где находится данный населенный пункт. Это позволяет человеку, путешествующему по стране, значительно расширить свой багаж знаний о том месте, о том районе, куда он прибыл. И это, я считаю, очень серьезная вещь, которая помогает развивать наш внутренний российский туризм. Должен сказать, что схема работы в этом проекте строится на том, что Институт российской истории осуществляет методическое руководство проектом, так сказать, материальную часть обеспечивает РЖД, а Российское историческое общество в лице его региональных отделений является непосредственным автором, создателем того контента, которым наполняются эти экспозиции. И вот опыт этой работы показал, что наша деятельность, деятельность Российского исторического общества, она значительно оживляется благодаря этому проекту. Было даже инициировано создание нескольких новых отделений, в частности, и в Европейской части, и в Сибири. И эти отделения горячо берутся за работу, и объединяя всех историков данного региона, и музейщиков, библиотекарь, и архивистов, и преподавателей вузов, и академических институтов, удается создать, я бы сказал, очень важное, перспективное дело, дело просвещения народа. Что касается этого года, то появилась идея, мне кажется, хорошая идея, создать такого рода экспозиции на вокзалах десяти городов-героев нашей страны, как раз к маю этого года. Что особенно важно и отрадно, что речь идет не только о Российской Федерации, но и о нашем союзном государстве в Беларуси, где достигнута договоренность о создании такого рода экспозиции в городах Минске и Бресте, то есть в городах-героях, которые еще были удостоены этого звания в советское время. Мне кажется, что это очень интересное, перспективное начинание, мы активно над этим работаем. Впереди новый проект в этом же году, до конца года, мы предполагаем создать такого рода экспозиции еще на десяти вокзалах городов воинской славы. То есть 20 городов, связанных с славным нашим юбилеем, получат новые музейные инсталляции. Я думаю, что это для российского исторического общества очень хорошее, новое относительно поле деятельности. Что касается упомянутого проекта о нацистских преступлениях на временно оккупированных советских территориях, то эта идея, мне кажется, тоже весьма перспективна, потому что существует громадный массив документов, и не только текстуальных, но и визуальных, фотографий и так далее. После освобождения оккупированных территорий в каждом регионе, в каждой области создавалась специальная комиссия по расследованию преступлений. Эта комиссия собирала материалы, отсылала их в Москву, где был такой общий комитет по этой теме. Материалы этого комитета сохранились, они находятся в Государственном архиве Российской Федерации. Есть материалы, остались и на местах в областных, региональных архивах. И таким образом, берясь за эту задачу, а задача, конечно же, масштабная и простая, речь идет примерно о 20 с лишним регионах нашей страны, современном административном отделении, которые как раз попали в полосу оккупации. Налажена работа с местными, с региональными нашими коллегами, с отделениями РИО на местах, создана редколлегия этого проекта. Одним словом, задача наша заключается в том, чтобы к юбилею Победы в течение этого года создать тематические выставки, подобные тому, как Российское историческое общество делало по освобождению стран Восточной Европы. И эти выставки, я уверен, привлекут к себе внимание, потому что, несмотря на то, что наш народ знает, что такое война и каковы были тяжести ее, но вот о преступлениях нацистов на оккупированных территориях, может быть, сохраняются семейные предания. Моя мать рассказывала, что под Тулой, когда осенью 41-го года она со своей семьей оказалась в оккупации и была в ней до начала декабря, до контрнаступления наших войск, когда немцы отступали, они дали приказ сжечь всю деревню. Фактически, деревню, все дома. Фактически до весны 42-го года они были вынуждены жить в подполах, в подвалах и питаться, так сказать, мерзлой картошкой. Это был настоящий геноцид, и об этом мы не должны забывать, и новым поколениям надо об этом знать обязательно. Ну и последняя ремарка по поводу господина Черчилля и его процентовки. Я думаю, что господин Черчилль всегда был настроен таскать каштаны из огня чужими руками, но при этом у него была общая идея, которая, к сожалению, как мне кажется, сейчас и воплощается в политике наших западных партнеров. Идею эту он изложил в одном из писем Крузвельту, звучит она примерно так. Надо сделать все, чтобы у русских не возникало преувеличенного представления о своем вкладе в победу союзников над Гитлером. Вот, собственно, эта максима, мне кажется, сейчас вполне себе реализуется в исторической политике западных стран. Делается все, чтобы Россию вытеснить на обочину, чтобы снизить, понизить ее значение в победе, которая, в общем-то, очевидна и даже для нормального человека не является предметом дискуссии. И я думаю, что наша задача в этот юбилейный год сделать все так, чтобы, как сказал Анатолий Васильевич, чтобы не дать этим господам слишком много воли и сделать так, чтобы наши новые поколения знали правду, настоящую правду об истории войны. Ну, пожалуй, пока все. Спасибо. Да, спасибо большое, Юрий Санч. Кстати, об этом проекте, о котором вы сказали, музей на вокзалах с участием РЖД, недавно мы об этом сообщали, презентация всего проекта прошла на Казанском вокзале, и в этом проекте также участвует галерея современного искусства «Триумф», так что для того, чтобы все это было красиво. Что касается Черчилля, то у нас противоположная задача. Наша задача общая сделать так, чтобы у нас не возникало преуменьшенного ощущения, да, то есть вклада России и народов Советского Союза в итог войны, в общую победу. О том, сколь это актуально и сколь остра эта задача, сколь остра борьба вокруг этой темы, говорит хотя бы вчерашнее заявление президента Зеленского о том, кто освободил Свенцем и Аушвиц. Может быть, это первый вопрос, наверное, вам, Сергей Евгеньевич, прокомментируйте, пожалуйста, а потом ваши вопросы, прошу их формулировать кратко, у нас времени до 11. Спасибо. Да, Дмитрий Константинович, вы имеете в виду та часть выступления Зеленского на памятных мероприятиях, посвященных освобождению Освенцема Аушвицца. Та часть, где он сказал о том, что, так подчеркнул, что Освенцем был освобожден украинцами львовской дивизии. Ну, львовской дивизии. Ну, значит, видно, что господин Зеленский все больше и больше погружаются в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, что по какому принципу назывались части Красной Армии. Или по принципу географического места, где то или иное подразделение, та или иная часть дивизии, армия формировалась. Или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов Красной Армии. Ну, что касается фронтов, это прибалтийский, три белорусских, три украинских фронта. Повторяю, по направлению наступления этих фронтов на запад. Что касается львовской дивизии, то она формировалась в Архангельске. В Архангельской области на севере нашей страны и была названа львовской после того, когда участвовала в освобождении Львова. Конечно, как и во всех, почти во всех частях, подразделениях Красной Армии, в них участвовали и украинцы по национальности, равно как и представители практически всех национальностей многонационального советского государства. То есть дивизия не формировалась по национальному принципу? Нет, конечно. Как и любая другая. Это бред, да? Это бред. Это бред. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Пожалуйста. Я должен вас лично поблагодарить. Под вашим председательством Дунин был, очевидно, совершён прорыв в истории. В частности, я давно живу, узнал впервые о миротворческой роли России, в том числе о роли Фёдора Мартенса. Как это будет отражено в вашей работе? Устраивает ли, адекватно ли освещение в медийном поле? И фильм «Нюрнберг», это очень важно, будет ли он в широком прокате и будет ли там отражено обвинение североамериканского фашизма, которое там прозвучало. Спасибо вам огромное. Ну, работа над фильмом идёт, идёт полным ходом. И, как я уже сказал, что, по нашим ощущениям, это будет такое главное событие и главный продукт вот в такой категории исторического кино. И, конечно, авторы фильма постараются объективно отразить те процессы, которые предшествовали Нюрнбергскому процессу, и объективно отразить ход Нюрнбергского процесса, основываясь, конечно, исключительно на документальных материалах. Поэтому этот фильм будет стопроцентно правдивым. — Эстонское телевидение и радио. Антон Алексеев. Сергей Евгеньевич, я хотел просто попросить вас прокомментировать. Сегодня утром пресс-служба парламента Эстонии распространила заявление спикера нашего парламента Хена Пылуаса. Он находится сейчас на военной базе Эмари, воздушной авиабазе, значит, где сейчас как раз польские войска, польские истребители как бы патрулируют, ну, как бы охраняют страны Балтии. И он там сказал следующее, что Эстония и Польша хорошие союзники в НАТО, и говорит, у нас есть общий сосед России, который отрицает международное право и международные соглашения, и пытается переписать всю историю в угоду своим целям. И поясняется, что он имел в виду как бы вот это вот российское обвинение в том, что Польша вместе с Германией ответственна за развязывание Второй мировой войны. Для нас действительно это прозвучало как-то, ну, как-то странно, что как бы Польша виновата в том, что началась Вторая мировая, как бы вместе с Германией. Покомментируйте, пожалуйста, это. Ну, должен сказать, что политика польского руководства в предвоенные годы была достаточно циничной, непоследовательной. Польское руководство в части случаев выступало адвокатом, а когда была возможность и соучастникам гитлеровской Германии. Ну, достаточно напомнить, что Польша была одной из первых стран, которая заключила с гитлеровской Германией так называемый договор о ненападении. Более того, имелся секретный протокол к этому соглашению, который содержал пункт о том, что в случае, если гитлеровская война сохраняет нейтралитет. Ну, то есть, по сути, это такое молчаливое выражение пособничества гитлерской агрессии. Это 1934 год. Ну, дальше больше. Вы, конечно, помните, что Польша поучаствовала вместе с гитлеровской Германией после Мюнхенского сговора, поучаствовала в расчленении Чехословакии, по сути, в захвате земель и территории суверенное государство. И до сих пор захваченная тогда, в 1938 году, Тешинская область находится в составе Польской Республики. Вы помните, наверное, с каким трудом и как настойчиво советское руководство весну и лето 1939 года вело переговоры в попытках создать в лице трех государств Советского Союза, Франции и Великобритании систему коллективной безопасности с тем, чтобы дать отпор гитлеровской Германии в планах движения и агрессии на восток. Было много моментов, которые не позволили заключить этот договор. Это такая довольно пассивная позиция Франции и Великобритании, но негативную роль сыграло польское руководство, которое заявило о том, что она ни в коем случае не допустит, не даст разрешения на проход частей Красной Армии через территории Польши в случае, если гитлеровская Германия нападет на Польшу. Сначала на Числовакии, а потом и на Польшу. Да, Числовакия к тому времени уже была оккупирована, она уже перестала существовать как суверенное государство. Все это говорит о том, что Польша занимала крайне опасную позицию. По сути, эта политика польского руководства была направлена против самой Польши. И польский народ на несколько лет, и польское государство потеряло свой суверенитет, в том числе и в результате вот такой циничной политики польского руководства. Спасибо. Можно два слова добавить, да? Вы знаете, вот к вопросу о переписывании истории, о котором упрекают сегодня и обвиняют Россию, мне кажется, что наглое переписывание истории совершается не России, а нашими, в кавычках, партнерами, в том числе даже не историками, а политиками. Вот если говорить о советско-польских отношениях, на протяжении целого ряда лет работала комиссия по сложным историям российско-польских отношений XX века. Мне довелось возглавлять ее с российской стороны, с польской, я возглавлял известный ученый и бывший министр иностранных дел Ротфельд. Участвовали историки. Надо сказать, что работа поддерживалась правительствами обеих стран, но правительства никак не вмешивались в ее работу. В результате мы подготовили толстенную книгу «Белые пятна, черные пятна», изданную одновременно в Польше и России, а затем переведенную на английский язык и изданную в Соединенных Штатах. И нам казалось, что работа этой комиссии была призвана вывести вопросы политической истории из современной повестки дня. Да, естественно, что мы по многим вопросам не сошлись, у нас были расхождения в позициях, в трактовках, но вместе с тем по многим вопросам у нас была одинаковая точка зрения, в том числе по некоторым оценочным вопросам, связанным с историей 30-х годов, 40-х годов. Но совершенно неожиданно вдруг опять вопросы истории стали повесткой дня политиков, причем каждодневной. Открывая сегодня iPad и читая то, что вышло в последнее время в информагентство, в печати, мы видим бесконечные заявления о политических лидерах, связанных с оценкой начала Второй мировой войны, хода и завершения Второй мировой войны. Причем я согласен, конечно, с моим коллегой, но должен сказать, что многие идут много дальше, чем Черчилль. Да, Черчилль писал об этом Рузвельтон, но вместе с тем у нас десятки, даже сотни свидетельств и в переписке Черчилля и Рузвельта и Сталин, и в официальных заявлениях Черчилля многочисто и в период войны, и что важно сказать и после войны, относительно решающей вклада Красной Армии в победу над фашизмом. А сегодня, когда совершается историческая бестактность, которая была вчера совершена, когда непонимание или незнание дают возможность заявить… Это Зеленский, Зеленский. Ну я это имею в виду, что украинская дивизия освободила… Львовская, Львовская, да. Львовская, значит, украинская. Но до этого же делались заявления, по-моему, нашими польскими коллегами о том, что украинцы освободили в Швеции. Это было в прошлом или позапрошлом году. Так что эта тема, видите, она все время так или иначе возникает. Либо это действительно невежество такое историческое совершенно, либо это уже такое трюкачество политической истории. Страшно опасное. Да, спасибо большое. Действительно, Сергей Евгеньевич правомерно сослался на пакт Пилсудский-Гитлер 1934 года. А что касается расчленения Чехословакии, то генерал-фельдмаршала Кейтеля на Нюрнбергском процессе, а он был на протяжении всей войны начальником генштаба гитлеровского, спросили, пошла бы Германия на расчленение Чехословакии, если бы Польша не поддержала это, пропустив советские войска из себя. Он сказал, нет, у нас не было ресурса. То есть Польша в полный рост была соучастником, вдохновителем, затравщиком Второй мировой, вдохновляла Германию на экспансию. В свою очередь у нее был свой мотив, потому что Гитлер намекал Польше о том, что она может, так сказать, продвинуться в сторону Черного моря. Вот эта вот алчность, эта идея Пилсудского Польши от моря до моря сыграла с ней такую как бы злую историческую шутку. – Да, пожалуйста, ваши вопросы. – Спасибо. Владимир Сычев, РИА Новости. Сергей Ильич, у меня вопрос по российской истории. В последние годы служба внешней разведки демонстрирует большой и по-настоящему оправданной открытость своей работы. За последние годы вышло множество документальных фильмов, книг, публикаций в СМИ, которые вызвали без преувеличения огромный интерес в обществе к работе разведки. В минувшем декабре на площадке Российского исторического общества вы сообщили, что в нынешнем году к 100-летию СВР планируется обнародовать ряд материалов из истории службы и в том числе рассекретить имена некоторых наших выдающих разведчиков-нелегалов. В связи с этим, скажите, пожалуйста, когда планируется это сделать? Будут ли эти мероприятия, может быть, привязаны к каким-то конкретным знаменательным датам из летописи службы? Действительно, я такое говорил, обещал, а слово надо держать. При этом мы исходим из того, при принятии решений о рассекречивании того или иного советского, российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, исходим прежде всего из позиции обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Но, тем не менее, принято решение о рассекречивании имен еще семи сотрудников советской и российской разведки, работавших на нелегальных условиях. И я готов сегодня эти имена назвать. Хотя более подробный рассказ – это не предмет сегодняшней встречи, но мы о них постепенно будем рассказывать шаг за шагом. Сначала на сайте пресс-службы, службы внешней разведки будут смещены краткие данные, но потом мы, конечно, этим героям посвятим больше времени и на страницах средств массовой информации, на телевидении и так далее. Ну, а я сейчас назову имена. Это герой России Юрий Анатольевич Шевченко, ныне здравствующий, который продолжает работать с молодыми сотрудниками службы внешней разведки. Ну, а начиная с сегодняшнего дня он может смелой и заниматься такой историко-просветительской работой. Он это делать умеет и будет это делать. Второй – Ким Евгений Иванович, герой Советского Союза, полковник. К сожалению, он трагически погиб, скончался в 1998 году в результате дорожно-транспортного происшествия. Несчастный случай. Далее, Михаил Анатольевич Васенков, полковник, герой Советского Союза, ныне здравствующий. Далее, Виталий Вячеславович Нетыкса, герой России, генерал-майор в отставке. Тоже, к сожалению, ушел от нас в 2011 году. И его супруга, Тамара Ивановна Нетыкса. Они работали вместе, как это говорят, нелегальная пара. Тамара Ивановна жива и здравствует. Еще один наш выдающийся разведчик-нелегал Владимир Иосифович Лохов. Он также, к сожалению, ушел от нас уже в 2002 году. Ну и Виталий Алексеевич Нуйкин. Его также нету в живых. Он ушел из жизни в 1998 году. Он работал в паре вместе со своей женой Людмилой Ивановной Нуйкиной. Данные, кстати, о ее принадлежности к службе внешней разведки, к особому резерву службы, были переданы гласности еще ранее, в 2017 году. Она жива? Она жива. Спасибо. Давайте еще два вопроса. Кто готов? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Щетинина Ольга из здания ОВВол Ньюс. Я свой вопрос хочу адресовать всем спикерам. Чем дальше мы во времени о тех или иных исторических событиях, чем мощнее информационные технологии, тем у уязвимие правды. Как вы считаете, какие еще могут быть инструменты, чтобы правда звучала громче, чем те обманчивые информационные вбросы, которые сегодня часто практикуются? В. 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 Уважаемого доку Гапурча Завгаева, нашего посла Республики Словения, он, мне кажется, на своем посту сделал огромное дело. Он поставил в Любляне памятник под названием Героям России и Советского Союза. Памятник в виде клина бронзовых журавлей. И это, мне кажется, если каждый из нас будет делать то, что ему посильно, вот в таком плане трогательного, я бы сказал, проникновенного рассказа о правде исторической, вот тогда у нас будут и шансы, и я уверен, наше дело правое. Ну, о продолжении вы знаете. Еще раз хотел бы выразить благодарность за ту огромную работу, которую доку Гапурч проводил в Республике Словения по популяризации, по отстаиванию исторической истины о Второй мировой войне. Спасибо. Да, вы знаете, история, как известно, может порождать и добрые чувства, чувства дружбы, чувства и желания сотрудничать. Но она может сеять из зерна ненависти, может возбуждать вражду. Это историки говорили давно, еще в 19 веке об этом говорили. А сейчас вот мы свидетельствуем того, что она часто порождает как раз нежелание сотрудничать, не говорить о добрых страницах нашей совместной истории. Хотя таких добрых страниц очень много, и вообще-то их больше, чем страниц злых. Но сегодня внимание обращено на эти злые страницы. Ну и, к сожалению, это, видимо, должно нас побуждать выпускать все больше и больше архивных материалов, которые говорят о том, что наша позиция и оправдана, и содержит подлинную правду. И вместе с тем, что позиция наших партнеров, противников исторических, она далеко не безобидна и, более того, противоречива, и, более того, просто не содержит в себе ложь. И вот то, о чем говорил президент Путин не так давно, встречаясь с блокадниками, и до этого еще в каком-то из своих выступлений совершенно недавнем, это открытие наших архивов, которые, в общем-то, не открывали, в том числе и для того, чтобы не сеять зерна раздора с нашими соседями. Но, к сожалению, нас побуждают и мотивируют к такого рода действиям. И поэтому, как можно больше будет появляться архивных материалов, которые ранее были закрыты, а они, как правило, свидетельствуют о том, что наша позиция была и выверена, и правдива, тем больше у нас аргументов будет появляться для того, чтобы подстаивать эту самую правду. Юрий Александрович назвал историческую науку, российскую дипломатию. Антон Васильевич добавил к этому наш большой резерв, имею в виду большие, очень точные архивы. Я бы к этому добавил еще и наше гражданское общество, ну, конечно, частью которого, кстати, является и российское историческое общество. Так вот, чем сильнее и чем сплоченнее будет российское гражданское общество, тем легче нам будет отстаивать и историческую правду, и защищать. Ну, мы завершаем, коллеги, может быть, я тоже скажу от себя, просто для журналистов два пункта. Первое. Вот эти архивы, которые сейчас будут появляться, давайте к ним обращаться, к первоисточникам. Нам будет интересно и будет интересно нашим читателям. И второе. Давайте писать об этом ярче. Это наша история, и мы ее объясняем своим детям. Это очень важно. На этом мы завершаем. Может быть, один блиц вопрос. Если кто-то что-то не успел, то пожалуйста. Что мы договаривались на час. Да, пожалуйста. Мой любимый вопрос, как генетика по образованию. Может быть, история верифицирована в теории эволюции, скажем? Я считаю, что может. Уточните, что значит верифицировано. Я не понимаю, как это верифицировано. Оправдано или проверено, или что? Верифицировано – это когда подтверждено что-то такое. Доказано. Вот то, что они делают, для меня доказано. Я перевожу свой язык, и для меня это сразу становится доказано. Спасибо. Я считаю, это не вопрос, а высказывание. Спасибо большое. На этой оптимистичной ноте мы завершаем. Благодарю всегда. Пожалуйста. Дмитрий Константинович, я хочу рассказать о нашей с вами договоренности. Чтобы ничего не было тайного. Нынешний год – это год столетия службы внешней разведки. И служба подготовила просто большой комплекс различных публичных мероприятий, как направленных внутрь службы, там, помощь ветеранам и многое другое, так и вовне, в публичную сферу. И вот мы сегодня с Дмитрием Константиновичем договорились, что на этой очень гостеприимной площадке мы проведем отдельную встречу и расскажем о работе службы внешней разведки и о предстоящем юбилее. Спасибо. Это всегда важны сроки. Это весна, осень. Так, чтобы нам готовиться тоже. Сейчас это не так важно для журналистов, а с вами мы конкретно договоримся, когда это будет весна или осень. Спасибо, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.